Всем привет! Сегодня у нас 4 апреля, весна, солнечный день. Снега еще есть немного, но уже скоро этот растает последний наш пруд, еще лед, но уже не такой крепкий, лучше на него не выходить. И решили мы сегодня попробовать березовый сок впервые за эту весну. У нас такая березка тут растет. Вот такая большая и каждую весну мы берем из нее березового сока. Можно делать по-разному, добывать сок, но мы вот приспособились с таким устройством. Берем банку, в данном случае трехлитровая, понадобится нам трубочка, вот такая. Делаем отверстие в крышке и еще одно небольшое отверстие делаем, для того чтобы не создавалось давление, вакуум и чтобы сок беспрепятственно стекал в банку. понадобится нам шуруповерт или дрель и сверло. Сверло диаметр можно взять немножко чуть потоньше, чем сама вот трубка, чтобы она более плотно заходила в отверстие. Так, мы вот здесь уже начали проверять, немного просверлили. Видно, что уже сыро начинает сок течь. Очень только самое начало соковрежения. Так, сейчас рассверлим еще. Еще раз. Подчистим. Все. Теперь берем трубочку. Так, и здесь посмотрите, я сделал такой как бы наискосок, срез наискосок, чтобы удобно было туда ее воткнуть, она будет плотно там сидеть. Сейчас вот мусор этот выбежит оттуда. Все, можно воткнуть. Так, здесь видно, вот. Сокусируется вот на трубочке. Все. Но еще сокодвижения не очень быстрые. Еще тем более утренние часы, еще времени где-то около 10 часов. Ну к обеду уже лучше начнет. Я думаю, что сегодня мы уже попробуем по кружечке березового сока. Ага, вот первые капельки пошли. Вот он, березовый сок. Очень полезный. И каждый день по две-три кружечки можно выпивать, пока он бежит весной и принесет вам огромную пользу для здоровья. Также излишки мы замораживаем. У нас большой морозильник, ларь, разливаем в пакеты, завязываем, замораживаем и зимой, осенью достаем, размораживаем и пьем. Он как свежий. Он нормально уже бежит. Когда сокодвижение очень хорошее, прямо такой струйкой маленькой. Потом, когда береза, значит, вы уже сок добыли, то есть вам уже больше не надо, допустим, в мае там начинает уже сок прекращать течь из березки или вам уже просто не нужен он. Мы берем, здесь вытачиваем палочку, сучок, и обратно втыкаем, затыкаем дырку, чтобы он не вытекал. Вот здесь у нас с прошлого года, вот, тричит, вот, заткнули, чтобы туда не попадала никакая инфекция, грибок, и чтобы березка не засохла, росла дальше и радовала нас березовым соком каждую весну. Все, сейчас мы вот надеваем крышечку плотно. Можно, конечно, просто сделать какую-то лучинку сюда, чтобы просто капал сок, но сейчас это еще можно сделать в апреле, а чуть позже будет тепло, будут летать мухи, мошки и муравьи сюда, они на сладкое бегут, и все в банку будут падать. А так никто туда не попадет. Просто банки потом меняете и все. Можно, раньше я делал марлю сюда, делал марлю, завязывал, и, то есть, без трубочки я просто делал такой желобочек и капало. Ну, можно и так, ну, вот это, я считаю, вообще самое удобное. Видел еще трубочку, используют капельницу, в аптеках продают, тоже удобно, можно ее, я вот такую нашел в хозяйстве. Ну и все, будем ждать, накапает и будем пробовать сок. Так что добывайте березовый сок, очень вкусный и полезный. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok